Шестой день спецоперации. Борис Рожин в аналитической службе Донбасса за 1 марта 2022 года вечером. Обстановка по состоянию на вечер 1 марта. 1. Киев. Наступления на сам город пока нет. ВСРФ расширяет зоны контроля вокруг города. Войска подошли к населенному пункту Бровары. В самом городе хаос разгул фолькшторма, уничтоженный аппаратной в районе киевской телевышки. На Украине пропало телевидение. 2. Харьков. Бои на окраинах. Город подвергается обстрелам, в особенности со стороны РСЗО ВСУ, о чем говорят сами местные жители. Продолжается мародерство, хаос. Харьков погружается в состояние гуманитарной катастрофы. 3. Мариуполь. Город полностью окружен. Котел готов. Осталось его сварить. Большая часть прилегающих поселков, в том числе населенные пункты Широкина и Сартана, освобождены. Гуманитарные коридоры работают до 2 марта. Потом пойдет зачистка. Также стоит отметить, что Волноваху почти зачистили. 4. Донецк, Горловка, Докучайск и Ясиноватая. И ряд других городов подвергались сильным артиллерийским обстрелам ВСУ. Есть убитые и раненые гражданские. Военного смысла в этих обстрелах нет. К Славянску и Краматорску пока не подошли. 5. ЛНР. Освобожден Старобельск и целый ряд поселков. Постепенно поджимают ВСУ в районе Северодонецка и Рубежного. Блокировано Сватово. Наступающие от границы войска РФ вышли к Изюму. 6. Запорожье. Идут бои у Васильевки, где ВС РФ пробивает импровизированный укрепрайон ВСУ, который прикрывает Запорожье. 7. Херсон. Утром началась зачистка, которая идет до сих пор. Войска РФ уже в центральных районах города, в том числе у вокзала. Уничтожен отряд местного фолькштурма. 8. Николай. Вместо прямого штурма ВС РФ охватывает город. Он уже в полуокружении. Перерезана дорога Николая в кривой рук. 9. Одесса. Вопреки десантомании, десантов под Одессой не было или пока не было в городе признаки хаоса истерии. 10. Приднестровье. Несмотря на многочисленные рассказы о том, что ВС РФ нападут из Приднестровья на Украину, на этом направлении практически ничего не происходит. Еще раз напоминаю, это обстановка на вечер 1 марта. Борис Ружин. Шестой день спецоперации.